Что является произведением искусства? Вы смотрели фильм «Лобстер»? Про что это сейчас? Это не произведение искусства. А начинается, что вы смотрите какое-то невероятное художественное говно. Искусство перестало что-то сообщать. Современное искусство превратилось в демонстрацию нам, нас самих. Коротко скажу, зачем мы вот это всё проворачиваем. Значит, вы на чертогах что делаете? У вас идёт два параллельных процесса. Один, вы погружаетесь в тематику определённую, связанную с мозгом, как-то всякими разными нейрофизиологиями и прочей блябердой. С другой стороны, занимаетесь тем, что разгоняете свою дефолт-систему, потому что я вас принуждаю постоянно пересобирать ваши внутренние стаи и выглядывать в них что-то, что в них, собственно говоря, есть. Значит, идея этого в следующем. Значит, идея в следующем. У вас, как и у меня, нет другого аппарата для мышления, кроме как дефолт-системы мозга. И вот представьте себе такое дело. Животное, обезьяна, она что делает? Мозг её нарастился, мы знаем, благодаря Дамбару, для того, чтобы удерживать просто больше людей в своей стае, ну, людей и животных. И никакого другого способа сборки сложных интеллектуальных объектов, а это именно думание о тех, кого сейчас нету. Ну, то есть, вот, если вы смотрите, например, на какую-то обезьяну из вашей стаи, вот, вы же не видите данную конкретную обезьяну. Вот, её вес в вашем внутреннем пространстве определяется тем, в каких отношениях она находится с другими людьми, эта обезьяна. Ну, допустим, что это, например, любовница вашего начальника. Вы смотрите, просто девочка. Ну, хорошенькая, всё. Но вы же видите другое. Ведёте себя по-другому, да? Условно говоря, вы смотрите на свою маму. Вы что делаете? Вы, это же вы не просто на маму смотрите. Потому что мама там дальше, это, она, так вы жене, или мужу вынесет голову, там, внукам устроит, значит, это всё, будет рассказывать, что папа дурак, вот, и так далее. Но слово надо, как бы сказать, сразу тоже, как бы при всей любви, так сказать, придумать, как функционировать более-менее корректно. Вот, и так далее. То есть, когда вы смотрите на других людей, вам только кажется, что вы видите других людей, ну, так бы вы встречались с незнакомцами. Есть такое расстройство мозга, инсульт может случиться в нужном месте, и вы всех людей воспринимаете, как заново. Я всё время рассказываю этот случай, когда я лежал в палате, там у меня, в реанимации, там лежал человек, мужчина, у которого был этот, я даже где-то описывал в складке времени, что ли. Вот, у неё был инсульт, и там всё галлюцинировал, там всё, чёрт только, мочился в мою тумбочку, очень ввёл себя как попало. Вот, да, значит, и вот это мне понравилось, когда жена пришла его, значит, кормила, поила, что-то с ним разговаривала, он с ней разговаривал, всё, так, отвечал на вопрос, ел там кефир, она ему приносила, я помню. Уходит, он такой на меня смотрит, говорит, это кто было? Вот, значит, вот такое расстройство, да, значит, если человек лишён всех взаимосвязей, да, он для вас что? Ничего. И вот все знания, которые вы имеете, это знания не чего-то, это знания чего-то вокруг. Ну, условно говоря, если я вам, например, расскажу, что такое всемирное тяготение. Я вам про что рассказываю? Для того, чтобы это стало для вас чем-то, вы должны произвести в голове несколько мысленных экспериментов. Например, почему вы ходите по Земле, а космонавты, значит, там как-то ещё что-то. Значит, ты что, Луна летает, тут не улетела до сих пор, крутится, вертится, там мы сами летаем, что-то ненормально. Вот, то есть вам надо какие... Яблоко упало. Как рассказывали в детям? Вы думаете, зачем рассказывают про яблоко? Потому что невозможно понять, что такое сила всемирного тяготения, если вы этого как себе не вообразите. А для этого нужно вот эти отношения с другими. Яблоко, Ньютон, дерево, всё падает, всё, вы тоже падает, всё. О, нормально, да? Когда мы что-то конструируем, какой-то интеллектуальный объект, мы пользуемся тем эволюционным механизмом, который в нас заложен. И чем у нас мощнее развернута дефолт-система, чем сложнее мы можем строить эти связи, тем и те вещи, которые мы... А вы можете сложно. И кто пионер-лагерь был? Да, вот. Вспомните пионер-лагерь. Там примитивные мозги ещё. Ну что там, 10 лет, 12, нет мозгов. Так, намёки на тенденцию. А там уже всё со всеми, кто, с кем там и так далее. Вспомните классы свои, как там, значит, это всё по грубам, там разбивались, каждый, кто считает, это там, в этом похвали. Тут записку передали. Я помню, записки когда начались, был какой-то период, начался записка. Вообще просто это... Получалась факт-карта такая прямо. Как они переходят, и что бы это могло значить, да, между всеми участниками рализонского балета. Вот, да, значит, соответственно, вот дефолт-система, она у нас есть, она неплохая, да, значит, и задача наша состоит в том, чтобы вот и использовать её ресурс для того, чтобы разворачивать сложные интеллектуальные объекты, которые, по сути дела, тоже являются такой сложноорганизованной стаей. Вот, и мы с вами здесь рисуем, значит, на наших лекциях по чертогам разума, я хочу уже закончить эту ерунду, но продолжаю пока. Вот, значит, рисуем факт-карты того, как мы можем себе представить нечто. Значит, сегодня мы возьмём факт-карту искусства. Нормально? Значит, что является произведением искусства? Бексю, конечно, является произведением искусства. А что является произведением искусства? То, что люди назвали таком. Люди, это в каком количестве? Если я один назову, будет искусством? Для меня будет. Вот, значит, самое сложное, что действительно есть нечто, что мы считаем искусством, и что как-то мы все договариваемся, что это является искусством, там плюс-минус, у нас есть дискуссия, ну, как бы, да, есть куча формальных каких-то вещей, да, если исполняют в филармонии, в консерватории, в Большом театре, вешают в Мома, в Попеду, в Эрмитаже и так далее, искусство. Мы даже не в курсе, но мы как-то, ну, значит, просто так не повесят, да? Ну, это формальная вещь, да? Вот, и дальше, и дальше у нас возникает вопрос, а что такое, чтобы мы могли понять, является ли это искусством, если нет формального признака, который вам сообщает, что это искусство? Ну, условно говоря, вы смотрите фильм. Фильм же тоже произведение искусства, ну, просто другого искусства, но тоже произведение. И вы смотрите, и вы там посмотрели кино, потом так отворачиваете голову и думаете, вот что это было, да? И вы вот можете что-то про это подумать, да? Что-то, какая-то мысль. Ну, и вот как вы узнаете, есть искусство в нем или нет? Я вам скажу. Значит, искусство – это потенциально очень сложный интеллектуальный объект. Искусством является то, из чего вы можете вынуть кучу всего, увидеть кучу взаимосвязей. Ну, это неплохой стол. Я на нем отвечаю на вопросы. Но сколько мы взаимосвязей отсюда вынем? Ну, как-то у вас мебельная фабрика в голове, да? Там, что еще? Рукоко. Вот. Непонятно, да? А из произведений искусства, с которыми вы имеете дело, живопись, кино, музыка, еще всякая штука, вы можете вынуть кучу всяких разных вещей. И сейчас я попытаюсь продемонстрировать, что мы действительно из того, что называется произведением искусства, можем увидеть там много всяких разных штук, неочевидных, но которые у вас могут в голове, так сказать, заиграть. Значит, во-первых, искусство всегда предполагает из произведения, что там есть какая-то жизнеспособная структура. Я не знаю, вы когда-нибудь в детстве или там еще в юности участвовали в какой-нибудь самодеятельности, делали какие-нибудь праздники, в КВН кто-то играл, там и так далее, да? Значит, в чем сложность этого, этого, как бы сказать, дела? Есть каждый, кто хочет выступить со своим, как бы сказать, номером. У каждого есть своя идея, каждый, что будет, все и так далее. Дальше вы смотрите на этот ужас, и радует только то, что там есть знакомые лица. Вот. Это не произведение искусства. Значит, что вы смеете? Вот. Да. Значит, а теперь, в представительности, возьмем спектакль. Возьмем себе спектакль. В спектакле обязательно есть структура, которую вы там внутри можете увидеть. Это есть структура пьесы. Вот, условно говоря, пьеса. Там есть какой-то текст, который предполагает, что вы сначала переживаете некую экспозицию, там, условно говоря, что-то случается, дальше обнаруживается главный герой, потом происходят какие-то события, потом наступает какая-то развязка, да? Все какая-то осмысленная происходит, драматургия здесь, да? Значит, но пьеса – это не только структура этого. И сейчас есть куча пьес, когда там Чехов пишет, у него «Чайка начинается, «Чайка заканчивается», а берет режиссер, кусок из этого и говорит, нормально все, обойдусь, мне не надо это все мутатень от начала до конца, я сосредоточусь на чем-то. Значит, что? Здесь дальше, для того, чтобы это понять, например, вспоминаем Константина Сергеевича Станиславского. Есть у меня его автограф, как вы думаете? С подвохом. Есть. Значит, почему? Потому что Станиславский рассказывает нам, что такое произведение искусства, как он это видит, именно как структуралист, как это ни удивительно, хотя структурализма к этому моменту еще не было. Он говорит, вы имеете, ваш спектакль состоит из большого количества составляющих, условно говоря, декорации, конкретные актеры, режиссерский замысел, костюмы, еще что-то, еще куча составляющих. И что говорит Станиславский? Если вы хотите, чтобы у вас получилось произведение искусства, каждая из этих штук плюс. У вас есть внутри спектакля, есть отдельные сцены, есть отдельные акты, чертов ступи. И дальше он говорит, каждая из этих штук имеет какой-то свой смысловой вектор. И если вы хотите, чтобы у вас произведение ваше сработало, то все они должны эти штуки тяготеть к одной сверхзадаче. То есть они должны все играть на то, что вы собираетесь сообщить вашему герою. То есть вы берете разные элементы, неважно сейчас, про что мы говорим, театр, музыка, все любое. То есть много разных составляющих, но все она играет одно на одно. То есть вот тетенька выставляет в престижной галерее кровать помятую. Значит, и вы так смотрите и думаете, ну, они, конечно, уже начали издеваться. Но если вы посмотрите, что пишут критики, они говорят, сколько элементов они там находят. Они видят записки на стене, где там женщина страдает при неразделенной любви. Понимаете, это смятое одеяло, оно какое-то с каким-то специальным узором. И так далее, начинают раскладывать кучу всяких элементов, которые складываются в образ, что эта кровать сообщает вам о женском страдании, бесконечном, и... и... что бы мне ни сказали феминистки на этот счет, в драматическом. Вот. Да. Значит, вот. Значит, куча элементов, да, которые должны сложиться для того, чтобы в конечном итоге прийти к чему-то. Дальше вот к чему они должны прийти. Значит, есть глупая идея, я выдал себя, но будем считать, что вы не слышали. Вот. Есть глупая идея, что, значит, произведение искусства должно вызывать эмоцию. Значит, может быть, теперь задача это вызвать у человека ко мне говорят, они в зале все плакали. Плакали. Плакали, плакали. Эмоцию. Так. Вы Пикассо себе представляете? Ну, какой-нибудь, да? Как эмоция? Они плакали, да? Мыши кололись и продолжали смотреть на Пикассо. Есть ли у меня его автограф? Есть. Значит, потому что... Что вы думаете? Потому что не стоит задача, не стоит задача вызвать эмоцию. Знаете, эмоцию вызвать вообще просто ума не надо. можно включить песню «Не забудь-ка твой любимый цветок» и вызвать такую эмоцию, что мало не покажется. Значит, наличие эмоций ничего, ни о чем не говорит. Но если у вас эмоции возникнут, потому что вы разобрали то, что вы видели на большое количество элементов и некий скованный образ развернулся у вас в сложную структуру, в сложную систему взаимодействий, и вы испытали дофаминовый восторг от того, что вы увидели, что на самом деле происходит в этом фильме странном, который мы посмотрели в полном недоумении, или на этой картине, в которой это все. Но для этого вам нужны знания. Вы не сможете разобрать и получить эмоции от сложного интеллектуального объекта, если у вас нет соответствующих знаний. То есть все приходят в Эрмитаж и думают, ну написано в музее, и там сидят красивые картины. Кто получает удовольствие в Эрмитаже, если не брать? Такие четыре неуверенных руки на зал. Для того, чтобы получить восторг, для этого нужно иметь огромное количество знаний. Ну, значит, первое, с чего начинаются все эти ужасные музеи? Третьяковская галерея, например. Она начинается, что вы смотрите какое-то невероятное художественное говно. Какие-то портреты кривые, косые, темные, какие-то замыленные, засосные. Где они это взяли? Все вопрос всегда возникает. Когда уже начнется, так сказать, искусство? На самом деле вам демонстрируют очень важную вещь, и это классическая история во всех классических музеях. Не современных, а классических. Сначала вам рассказывают, что искусство изначально выполняло декоративную функцию. Они рисовали странных каких-нибудь животных, вешали их на стены. Разные сюжеты. Почему? Потому что на стене ничего нет. У них они построили себе дворец. Должно выглядеть дорого-богато. И дальше они рисуют вам. Дальше какие-то лодочки какие-то, еще что-то, портретики, чтобы знали, как бабушка выглядит. Понимаете, жениться собрались, отправили портретик, чтобы посмотрели за кого сватаемся и так далее. То есть она имеет декоративную в смысле прикладную функцию. Изначально это украшение. Представьте себе вот это все это итальянское искусство. Эпоха возрождения. И вот так вот думаешь про это, думаешь господи, какое культурное время, все живут, рисуют куртины. Вы себе представьте на секунду, что тогда было на этих улицах. Если сейчас во Флоренции вы тоже можете обнаружить, там есть такие балкончики с этим срачным отверстием. Потому что канализации не было, и люди вообще боялись из домов выходить, потому что можно было получить что-то между ребер. И соответственно что они делали? Они какали на улицу из балкончика. Вы представьте, что было на этой улице. Это итог деликатный, там еще люди что-то возят, лошади ходят, они тоже что-то производят. Вы просто представьте себе эту клаку, в которой реально там все это находилось, понимаете, и после этого люди, у которых есть возможность запереться в каких-то четырех стенах, и что-нибудь повесить на стеночку, и подумать, про рай рассказывали. Очень известный сюжет, райское дерево. На габелинах все вырезали. Смотрят, думают, боже, вот оно счастье. Значит, предельно прикладная функция. После этого вы переходите во всякие разные залы, где эта прикладная функция начинает теряться. Как вы узнаете, что начинает теряться прикладная функция? Вы узнаете это, потому что перестает играть значение изобразительное качество работ. Вы еще Шишкина можете повесить в квартире, а условно говоря, Малевич такими странными людьми, повесить декоративно в квартире надо быть уже Абрамовичем. Другой род декоративности. Почему это стало происходить? Потому что возникла фотография, потому что возник кинематограф, кинематограф и так далее. Можно воспроизводить значительно более реалистичные вещи. Улавливаете? Ну, что вы сейчас, какой должен быть художник, чтобы нарисовать что-то, что будет лучше, вот натюрморт, вы можете себе представить, натюрморт, который будет как настоящий, но не фотография. Изобразительное искусство в частности, это можно говорить там дальше и про гармонии всякие разные в музыке классической и так далее. Значит, мы стали проигрывать, искусство стало проигрывать игру техническим средством. И дальше из какой-то декоративно-прикладной функции оно стало превращаться в идею вам стали показывать что-то, что должно у вас вызвать интеллектуальную работу. Это головоломки в каком-то смысле. И дальше вы берете всех авангардистов, любых каких угодно, берете сериалистов и так далее, и кого угодно, и вы обнаруживаете в них наличие всяческих разных невероятных идей. Почему композиции Кандинского называются композициями? Потому что он считает, что на его картинах музыка. Оно похоже на фуги. И оно реально похоже на фуги. Если вы знаете, что это там, да, условно говоря, почему Магрит сочетает несочетаемые предметы в своем творчестве. Камин, услуга, из него вылезает паровоз. Вылетает. Почему Дали рисует слонов странными ногами? Потому что он говорит о бессознательном, в котором все это является символами и так далее, а не порождение Фрейда с его всей Галиматьей. И они, собственно говоря, нам это прекрасно изображают. Причем, что интересно, сюрреалисты пытаются быть максимально реалистичными. Магрит как фотография. Потому что только в этом случае вы видите контраст. Если это была мазня и какой-то типа камин, из которого типа выезжает какой-то паровоз, вы бы подумали, что все пьяные. Ну, были нездоровые и махали неправильной рукой. Если вы видите абсолютно реалистичный камин с картиной и хоть часами, и из него вылезает паровоз, такой же реалистичный, на вас производит эффект, впечатление. Почему? Потому что вам говорят, что это ваше настоящее, то, что с вами происходит, но оно там так несочетаемо сочетается, и мы можем увидеть смысл, потому что это не паровоз, а писька. Это, видимо, Дед Мороз спустился в эту штуку. Видите, как можно с объекта раскладываться? Так, значит, смотрим. Да, все это стало превращаться во всякие разные идеи. И дальше этих идей было множество, с музыкой и так далее, и так далее, и так далее, и они закончились. Наступил момент к 50-м условно годам закончились. Почему в 50-х все закончилось? Почему начались всякие дадаисты там и прочее, вот это странное вообще просто, вообще какой-то панк, какой-то странный, в котором непонятная идея. Потому что здесь у вас, на этой вот истории, когда вот это все началось, когда у вас были две мировые войны, когда у вас были революции, да, на котором расцвели все идеи, весь авангард расцвел, да, на этом все бесконечном конструкции. В музыке точно так же нарушаем все границы. То есть задача была нарушить все границы. Что делает, Малевич? говорит, я рисую так, чтобы вы никогда не думали, что это живопись. Чтобы у вас в голову не могло прийти, что я занимаюсь живописью. Родко демонстрирует картины своей, родко писать, цветные пятна, набор таких цветных пятен. Он говорит, что надо делать? Встаньте в 45 сантиметрах и стойте, и у вас начнется медитация. Улавливаете? Вы когда-нибудь думали про родко таким образом? Да? Потому что для этого нужны необходимые... Да, и вот у них была куча идей, которые они здесь будут получат реализованы. и это было, собственно говоря, слом вот такого классического мира, его полная реконструкция, которая, конечно, произошла. Почему? Не потому, что люди случили какой-то революции, а потому, что случился научно-технологический прогресс, который в 50-х годах стал уже абсолютно очевиден, как что? Телевидение, да, атомная бомба. После атомной бомбы очень сложно вообще говорить про какие-то нравственные моральные проблемы, собственно говоря, прикрыла весь замечательный дискурс в искусстве. Все стало на этом фоне очень мелким. Вся твоя экзистенция, с которой ты что-то делаешь, после атомной бомбы превращается ну так, как бы, ну да, какая-то была, там, экзистенция завалялась, вот, значит, что какие-то можно совершать революционные движения, всех собирать куда-то и так далее. Тут атомная бомба выкатывает такая, да, и еще спутник болтается там где-нибудь и так далее. собственно говоря, научно-технологический прогресс прекратил вот эти попытки формировать в этом всем хозяйстве идеи. И сейчас у нас совсем новое творчество, в котором нету таких идей. Сейчас, подождите, вернусь. Значит, условно говоря, вот у нас есть структурность. Давайте начнем рисовать вектора, точки входа, в которые мы организуем. Структура. Да? Значит, можно по Станиславскому, можно по Михаилу Михайловичу Бахтину. Это для для художественной литературы. Он тоже здесь рассказывает про структурность. Он рассказывает про структуры романа, какие они могут быть. Что это может быть, там, условно говоря, Одиссея, при которой события одни за другим происходят. Вы можете одно вынуть и ничего не потеряется. какая-то там вынули какие-то приключения с амазонками. Ничего от этого не случилось. Можно дальше продолжать, там, и так далее. Значит, Селиады уже сложнее, потому что там они пытались создать структуру. И дальше у них была сложная история, которая, как бы, эту структуру еле-еле там выдерживала всю дорогу. Ну, вот, дальше там условно разные виды. И в литературе, кстати, если вы посмотрите прикладную функцию, зачем были, чтобы, чтобы было Пушкин, Пушкина читали. Чего? прикладную развлекательную. Да? Значит, у Достоевского в «Бесах» есть вычурный такой персонаж. Это какой-то писака очень популярный, типа Дарья Донцова. Она там изображена. И он так его всем... Ну, вот, почему? Потому что он становление нового классического романа, а это еще вот, как бы сказать, вот этот драматический переход. А это еще вот этот прикладной. То есть было огромное количество писателей. Мы-то думаем, что были кто? Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский. Все. Больше никто не писал на Руси Великой. Значит, это мы, условно говоря, наши Акунины Пелевины в нынешнее времени. А дальше зайдите в книжный магазин и посмотрите, что такое полка современной литературы. Упадите в обморок, значит, потому что их и нет им числа, легион им. Точно так же и тогда существовала куча всяких разных этих, которые писали прикладные этот, как его, этот, перечитавшись вот этих художественных романов, понимаете, все там сидят, девочки слезами утираются, как там в Онегине-то начиталась всякого говна. куча этой разной прикладной литературы. Я имею в виду, что прикладность это не только красиво сделать в замке, чтобы у себя как-то жизнь задать. Музыка зачем? Прикладная, потому что надо хоть какую-то движуху устроить. литература прикладная, все было прикладное. Потом, после того, как это все стало хорошо производить без пластинки, без всего с пятого, с десятого, тут же не только пластиночки и так далее пошло. А в пластинке какие становятся популярны? Моцарт или кадриль потанцевать? Кадриль потанцевать, я вам рассказываю. Но все просто возникает этот благополучный масс-маркет, и дальше нужно бить уже не тем, что ты что-то делаешь как-то эксклюзивно для этих отдельных, а потому что у тебя есть какая-то идея. Значит, соответственно, классическая форма романа это жесткая структура. Дальше вы берете всяких разных фрайзеров, вы берете всяких разных кэмпбл, которые вам рассказывают про путешествие героя, его перерождение, его столкновения со всякими разными фазами, и так далее. То есть, структурный компонент, чтобы вы не смотрели картину, пьесу, музыкальное произведение, и так далее, если вы там не обнаружили какой-то структуры, для чего у вас есть специальные знания, которые позволяют эту структуру обнаружить, вы будете иметь мало эффекта. Дальше то, что мы уже указали, временная шкала. Время актуально в самых разных вещах. Вот эти странные картины, которые с прикладным характером, являются, которые вы входите, когда вначале вам показывают, являются искусством? Да, если вы вводите характер времени, потому что тогда вы можете понять, что сделал Леонардо да Винчи. Он на самом деле изобразил перспективу впервые, так как ее до этого никто не делал. Его была главной находкой это возможность этих объемных 3D-объектов по ощущению, которые буквально вываливаются из картины. И это он сделал первым. Поэтому, если вы идете, условно говоря, по галереи Уфицы, то вы видите всякие разные странные, их куча этих всех картин, 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 а потом они вдруг раз и становятся в 3D. У этих были свои фокусы для того, как они это решали в русской иконе. У них же нету 3D, нету объема, да? Но они, например, придумали метод обратной перспективы. Вам показывают большее количество граней, чем вы можете увидеть. Если вы пристроите себе Троицу Рублева, они сидят за столом, если бы смотрели на этот стол, вы бы увидели, вы бы увидели вот это, вы бы увидели вот это, а он рисует вот так. И вы видите все грани сразу же, и у вас ощущение, что вы находитесь внутри задачи этого изобразительного искусства. Мы не умеем рисовать перспективу, но мы хотим, чтобы вы стали соучастником. Дальше вот они это делают. То есть вот, но вы это можете понять, когда вы понимаете, они еще не освоили перспективу, нету этого опыта, они используют другие средства, и тогда вам есть на что смотреть в этом декоративном, примитивном искусстве, потому что не все декоративное, примитивное искусство вешают туда, потому что там есть какие-то ходы, дальше вот там, ну и плюс там к ним всякие разные примыкают тоже, в общем, всякие Брегели и прочие, которые начинают шутить, которые начинают прятать что-нибудь, лишние ноги, отсутствующие ноги, понимаете, там и так далее. Вот, то есть они там прячут какие-то загадки и так далее, и так далее. То есть мы должны понимать временной. Второе, что мы должны во времени понимать, это соответствие какому-то историческому времени. Если вы возьмете и наберете в Яндексе, напишите «Революция художественного искусства авангард», вам в Яндекс и нажмете на картинки, то вот то, что вы увидите, будет у вас, создаст полное ощущение революции, потому что там выскочат все соответствующие художники, которые жили в это время и которые рассказывали именно об этом драматайзинге. Если вы смотрите просто на этих авангардистов и не понимаете, что в этот момент вообще ломается все, ломается структура семьи, там ломается Бога, Бог, Бога, это все рушит, вообще все идет к чертям собачьим и что-то новое, вот это вот, и раб, что там, нет, это про другое, вот, да, это что, нам нечего терять крымцепей, и дальше они благополучны, и вы видите, и если вы это понимаете, то русское искусство начала века превращается для вас в что-то, и тут же у вас, условно говоря, к Станиславскому появляется какой-нибудь Мейрхольд, который, собственно говоря, создает абсолютно такое, как бы, сказать, например, он делал какую штуку, он делал, значит, декорацию с разными локациями, и у вас действие шло одновременно в разных локациях, симультантно, то есть, какой он эффект достигает, вы сидите вообще просто, да, вот, как бы, сказать, черт знает, что с этим со всем происходит, революционно, ассинхронистично, как у Шонберга и там дальше всех последователей и так далее, вот, то есть, вы должны понять время, зачем это, ну, как бы, зачем он это делает, он в этот момент, если вы понимаете, что все рушится, все происходит одновременно, время уплотнилось, там, и так далее, и вам показывают эту симультантность, для вас, опять же, появляется содержание внутри этого интеллектуального объекта, улавливайте, значит, пространственная характеристика, вам пространственная характеристика для понимания, условно говоря, того, что вы делаете, важно, в географическом смысле, вот вы смотрите на китайское искусство, на японское искусство, вы что в нем понимаете? какая-то каракуля нарисовали, Ну вот, значит, для того, чтобы вы поняли, про что идет речь, вы должны понимать, как там это делают, и что туда вписывают, и если вы думаете, что только Пикассо стоит 100 миллионов долларов, какая-нибудь каракуля китайская или японская тоже стоит 100 миллионов долларов, только на их рынке, который, слава богу, не такой, как этот, как его. Значит, дальше, есть пространственные характеристики, как они создают, условно говоря, пространство, начиная от этой перспективы, обратной, прямой, и так далее, и так далее, заканчивая пространством, как они создают в музыке. Если вы берете вот асинхронистическую музыку, если вы берете музыку какого-нибудь Гибайдулину, современное вот это вот странное такое звучание, если вы возьмете эти вот, кто там написал, медленнее, еще медленнее, руководствовали органы, забыл фамилию, композитор, он говорит, слушайте тишину, вообще все заткнитесь, ударил по клубке, все, ждите, ударил, ждите, ударил, ждите, как бы, что такое? Вот. Он создает вам ощущение дополнительных пространств, потому что, когда вы слушаете эту музыку, очень странную, разорванную и так далее, она воздействует не просто на ваши звуковые, вы ощущаете пространство, в котором вы находитесь. Почему? Потому что это ключевые составляющие нашего способа существования. Все развернуто во времени, все развернуто в пространстве, все должно иметь структуру, иначе мы не поймем с чем мы имеем дело, все должно иметь так или иначе идею. Что такое идея? Это эйдос, то, что вы вкладываете внутрь, из чего вы начинаете интерпретировать то, с чем вы имеете дело. Кровать превращается из кровати в сообщение о женском страдании. Плюс, есть модальности. если не понимать, что художники понимают под тем, как они работают с цветом, что они вкладывают в понятие цвета, если не читать Ван Гога, что он пишет про цвет, и его это невероятное передвижение, которое он начинается, он с чего рисовал сначала? Он рисовал убогих людей на черных полях, выкапывающих картошку. Все в такой коричневой гнилой какой-то гамме. И потом у него все, голову сносит, приходит болезнь, и ощущение странное, поразительное ощущение света, которое он пытается добиться в изображениях. То же самое вы можете прочитать у всяких разных кандинских, Малевичей и так далее. Специфическое ощущение модальности. То же самое касается музыкальных произведений. Это модальность. Что такое модальность? Это то, что воздействует на наши чувства. Это органы чувств. Зрение, слышание, вкус. Там и так насколько чувствуется. И в этих модальностях тоже есть. Есть этот слой первый, что вы имеете музыку. А дальше вы в живописи имеете еще странное отношение с цветом, который вам надо объяснить. И кандинский, это ему принадлежит фраза, которую я часто повторяю, что красные на зеленом, они то же самое, что красные на синим. Они начинают играть с этими модальностями. Они заставляют думать про эти модальности. Не просто вы видите зрительные, так понятно. А теперь давайте вот сюда. Что сейчас у нас с вами является искусством? Вы вообще были там последние картины, смотрели какие-нибудь совсем современные? Ну, в целом, оно достаточно такой из шариков сделанной такой, собака. Видели такой, как перевернутый такой, золотой. Да? Я где-то видел. В музее стоит. И много еще такого. Да? И ты так думаешь, ну, что это вообще такое? Про что это сейчас? Ну, декоративное, ну, можно, но как-то даже странно такую фигурину поставить себе в квартиру. Или взять кровать вот эту, этой женщине вот эту разорванную и поставить в квартиру себе. произведение искусства можно, но как бы никакого прикладного декоративного смысла нету. Какой-то идеи, которая была бы в этом, ну, в этом, в этой странной собаке из типа шариков, тоже сложно различить. Или вот эти художники, которые придумали этот механизм так брызгать краской. увидели много такого. Ну, так себе идеи-то, да, они, конечно, как-то пытаются сказать, что там какая-то идея. Вот, в частности, что нужны новые средства, потому что все вообще просто менялось там и так далее. То есть идеи странно, декоративности нет. что сейчас вообще вот есть в этом, чтобы там была структура, чтобы там было вот это время игра, чтобы там была игра с модальностями, чтобы там игра была с перспективой, чтобы там игра была со сложными интеллектуальными объектами. Значит, вы смотрели фильм Лобстер? Значит, все премии, какие только возможно, сюжет фильма простой, значит, вы узнаете, что есть специальное место, где людям подбирают их пары, вот, если они за 40 дней там сколько-то пару себе не подберут, вот, они могут выбрать, в какое животное их превратят. В лошадь, в корову, в лобстер, в собаку, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну, и дальше разворачивается конструкция, главный герой ищет себе пару, вот, и там странно, они, сначала вы думаете, что ищут пару, а тут вдруг оказывается, что, значит, хромоноги ищут хромоногую, там, у кого отличительный признак, у девушки течет кровь из носа. Вот, и мужчина, который не хочет превращаться ни в лоб посторонне, ни в корову, значит, начинает долбиться, значит, это, чтобы продемонстрировать, что у него тоже кровь, чтобы они оказались похожими. Значит, главный герой находит близорукую, он сам близорукий, у них возникает какой-то общий признак, по которому они могут объединиться. Ну, я не буду рассказывать, чем все там заканчивается, вот, если кто еще захочет посмотреть, вот, значит, но, что дальше вы в конце уже узнаете, что на самом деле это вообще весь мир, во второй плане фильма узнаете, что вообще это мир, в котором обязательно должна быть пара, и что вот у кого нету пары, и вы понимаете, почему парень после 7 дней после смерти жены оказывается в этом отеле, значит, и у кого нету, значит, пары, тех типа призан, ну, что-то с ними делают нехорошее, что непонятно, но, видимо, отправляют в это, а потом в лобстеров, ну, то есть, какая-то такая конструкция. Ну, как вам кино? Ну, про галиматья галиматьей, правильно? Ну, так, если разобраться, снято красиво, играют очень достоверно, вот, там их ходят этих, соблазняют мужчин и женщин, кто, значит, анонизмом занимается, тем руки в тостеры суют, значит, там все их развращают, чтобы у них больше желания сексуальное возникло, чтобы они нашли себе пару, потому что надо немедленно находить пару, тоже иначе в лобстера. Такое драматическое кино. Ну, вы смотрите на это и все. Но, если вы начинаете это дело разбирать, что там сообщалось, то на самом деле вам просто производят матрицу нынешней жизни. там нету идеи, там нету сообщения, вам не пытаются ничего сказать. Вам просто показывают, например, что все люди в нашем мире думают, что они должны найти вторую половину, и это вопрос жизни и смерти. Потом они говорят, есть такие отели, они называются Тиндер, в котором вы ищете друг друга по формальным признакам. Рост, вес, пол, а как вы еще можете узнать? Кровь течет из носа, хромают, еще что-то там. Потом там период они должны вместе побыть, чтобы это. и дальше ничего не сообщается. Вам просто сообщается о том, как вам это показывается за счет превращения все это, что если не найдешь, станешь животным, то есть лобстером. Вам это сообщают через какие-то очень странные штуки, показывают нам нашу собственную жизнь. Вот что такое современное искусство. И если вы заходите в художественную галерею, сейчас произведением искусства является современную, какую-нибудь Момо, Помпиду и так далее, произведением искусства является не отдельная картина, не отдельная эта штука, а все, что вы видите. Потому что вы как бы входите в квартиру, в свою собственную жизнь. Стоит эта странная игрушка, напоминающая непонятно на что из этих. Стоят распрессанные капли, понимаете, по этому. Походите там огромный стол и стул, на который вы не можете ни залезть, ни сесть за него. Вам показывают жизнь, что вы мелкий, что вы ничего с собой не представляющий, что игрушка выглядит, понимаете, как пол вашего дома, что вы не можете никуда влезть, что все, что вы видите, это какой-то псюр и так далее. Ну, то есть ничего из этого невозможно собрать. Современное искусство превратилось в демонстрацию нам, нас самих. В тот момент, когда мы стали хуже всего в нас самих разбираться, потому что мы все, чего, период разборки закончился со всякими экзистенциями и так далее. Он был странный, там непонятно. Но он был, люди чего-то в себе там искали. Сейчас в этих фильмах, кино, почему у меня, я вам рассказываю про сериалы, у меня целая лекция, это написано. Они нам показывают нас самих. Рейдон Иван, что такое? Показывают нас всех кругом дебилы и дебилами погоняют и просто решить задачу можно просто одним дебилом через другого, потому что уже больше никаких конструктивных способов в решении задач нету. Кладывайте. Они нам ничего не сообщают. Искусство перестало что-то сообщать. Искусство перестало быть декоративной конструкцией. Оно стало зеркалом. И такого еще никогда не было. Но для того, чтобы понять, вы должны разбирать это с точки зрения структурности, с точки зрения того, какой вам эйдос сообщают. Если вы понимаете эйдос, который вам сообщают в лобстере, что все люди хотят найти пару и дальше делают вот это в тиндере в отеле, где превращают потом в лобстер. Вот. Если вы видите эту идею, вы это начинаете понимать. Вы также это понимаете, когда видите все пространственные взаимоотношения, модальностные отношения, если мы говорим про музыку, если мы говорим про живопись и так далее. Вот. Это изображение, это зеркало. Ничего не говорит. Но вы можете это различить, вы увидите сложный интеллектуальный объект, насколько они могут быть сложными, насколько сложна наша жизнь, я с этим уже сильно сомневаюсь, и испытать по этому поводу эмоцию от сборки этого сложного интеллектуального объекта. Улавливаете? Да? Значит, ну, конечно, вам для этого необходимы всякие знания, конечно, для этого необходим всякий разный опыт, вот. Но вот искусство, почему оно сложный навык, почему оно не для всех, почему оно для интеллектуального меньшинства, да, потому что люди способны понять это странное, что стоит за этим всем хозяйством. Спасибо.